Узбекистан Звукорежиссер Садар Анаходжаев Режиссер-постановщик Санджар Бобоев Река жизни В главных ролях Тахир Саидов Карим Мерходиев Раджаб Адашев Матьякуб Матчанов Саиды Раметова Гульчихрай Ишанкулова Долором Игенбердыева Фахреддин Шамсиматов Хуршит Тухтаев Ширзот Ахмедов В этом мире за все приходится отвечать Несчастье порой лежит прямо под ногами Не совершай необдуманных постовков Потом сколько ни кассе не поможет И всегда помни чей ты сын Мертвец ожил Вон, посмотрите Да это же огородное пугало Это пугало, которое стояло у Аделата на поле, верно? Нет, это пугало, которое стояло на поле у Ходичопы Вот, по руке узнал Люди все знают Поэтому в последнее время вас даже перестали звать на свадьбы Не все Ты сам старик, понял? Ты старик, старик Пятая серия Папочка, сколько сахара вам положить? Не надо Просто сделай покрепче Говорят, что сахар впитывает в себя спирт Это потому, что спирт делает из сахара Эх, папочка Зачем вам пить эту гадость, а? Ты права, дочка Ну, хлебнем Ой Горячий Обжегся А вы пьете не торопясь? Или вы куда-то спешите? Ладно, ладно С тобой спорить бесполезно Да, кстати А где твоя мама? Наконец-то вы поинтересовались Нам вчера позвонили и сказали, что дедушке стало плохо Вот она в спешке уехала Просила передать вам это Так Наша женушка может уйти Куда хочет Даже и не предупредив мужа Ладно, что поделаешь Да Ты не пойдешь на учебу? Пойду Пойду Но сначала позвоню маме и узнаю о его здоровье А потом передам ей ваш горячий привет Спрошу, не нужно ли ничего А еще попрошу, чтобы она поскорее возвращалась Конечно, все от вашего имени Если до субботы не вернется Скажу, что я сама приеду Ну как, папочка Может быть, есть еще указания? Нет Умничка моя Ну Я пошел Папочка Допивайте свой кофе до конца Хорошо Папа Может, вы бросите это дело? Почему ты так говоришь, сынок? Я прекрасно понимаю, что на лодке инспектора бензин просто так не прольется Это вам подстроили, правильно? Нарушители получат по заслугам Когда, папа? Когда вы сгорите вместе с лодкой? Цыпун тебе на язык А вы, папа, сами знаете, что это вам подстроили нарочно Зачем себе врагов наживать? Я Просто выполняю свою работу, сынок Раз это работа Смысл вашей жизни Езжайте куда-нибудь подальше И там Спокойно работайте себе инспектором А здесь что? Послушайте, папа Половина села – наши родственники Вы то одного поймаете, то другого Штрафуете, составляете акт Отбираете у них лодки и сети Я все это делаю по закону Папа И законы пишут люди А не роботы Пойми Если я одного не замечу Потому что он мой дядя А второго Что он мой племянник То и рыбы в реке не останется Рыбы не останется из-за нескольких рыбаков? Человек – существо ненасытное Что река? И даже океаны он может опустошить Подумайте лучше о себе А что со мной? Ну, папа Я не слепой В последнее время Никто вас Даже на свадьбу не зовет Ну, ты скажешь Не все А только обиженные Что? Из-за работы Хотите стать изгоем? Сколько можно думать о работе? Если бы не это ваша работа Если бы не работа Моя мама Была бы жива Что вам говорить? Ладно Дальмурат Дальмурат Бери Угощайся, друг Все нормально Спасибо Это что? Я заварила чай с молоком Нет, нет Отнеси это После кумыса я молоко не пью Но вот от черного чая Хорошо Я не откажусь Похоже Усаке старческий маразм После кумыса Чай с молоком не пьют Еще как пьют Дайте мне Обе Давайте 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 Я буду пить Ну, ты обжора Я не обжора А здоровый человек У которого желудок переварит все Не вредничай, старик Сам ты старик Знаешь? Ты сам старик Старик, понял? Друг Чай с молоком выпьешь? Горяченький После тебя Разве останется? Останется, друг Останется Знаешь У меня сегодня Нет аппетита Ну, тогда выпью А ну, давай Давай, вставай А ну, давай Выпьешь это Сразу выздоровеешь Чуть не сглазил, старик Какой сглаз? У меня этого нет Зато у тебя есть взгляд Острый взгляд Пей, друг На здоровье По-моему, я уже согласен И на свою смерть Лишь бы не слышать его голоса Ох, хорошо Эй, кто старик? Между прочим Я гораздо моложе тебя А вот и нет Ты всего на три месяца моложе меня Даже если на один день моложе тебя Это факт, Саке Умей признать это, старик Ну, скажешь А разве я не прав? Музыка 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 Ну, как дела? Все нормально, друг, не переживай. Я сам сходил, посмотрел на все со стороны. У ресторана все тихо. Да, еще хорошие новости. Место, куда упала нищенка, уборщица подмела. Я так обрадовался, друг. Ты что? Я не глупый. Я три часа шампунем мыл машину, а в ресторан поехал на такси и вернулся автобусом. Ну, ладно. Ты все правильно сделал. Нам надо быть осторожнее. Понимаешь? Ты неважно выглядишь, друг. Все. Больше об этом не будем говорить. Если кто-нибудь будет расспрашивать, я ничего не скажу. Ты не волнуйся. В крайнем случае, все возьму на себя. Что бы там ни было, будем вместе, друг. Дальшат. Пока я жив, я тебя отмажу от этого дела. Спасибо, друг. Ну, ладно. Я это никогда не забуду. Здравия желаю, товарищ капитан. Значит, после свадьбы вы сели в КамАЗ, так? Да. Мы думали, что они интеллигентные, хорошие ребята. Сразу человека ведь не узнаешь. Продолжайте. Они сказали, что тоже едут к реке. Сказали, что нам по пути. А мы, ничего не подозревая, радостно сели к ним. Кстати, как ваше имя? Это не имеет значения. Для вас я товарищ следователь. И только. Продолжайте. Нет. Я не могу называть вас товарищ следователь. Мне так неудобно. Прошу, продолжайте, Адылова. И в вашей сфере у нас есть хорошие знакомые. А если я сделаю один звонок? Еще успеете. Вы знаете Нурхаджаева? Он начальник у гаишников, который стоит на бетонке. Я не был удостоен Такого счастья. А теперь не уходите от темы и продолжайте. Мы приехали к реке. Водителям предложили деньги за проезд, а они не взяли. Сказали, что посидим немного. Мы были вынуждены согласиться. Они вас принуждали? Вы могли им отказать? Как не согласиться? Ночь во дворе, а тут два здоровых мужика. Мы просто были вынуждены, товарищ следователь. Тогда и в окно влезать тоже были вынуждены. Один держал постоянно руку в кармане. Похоже, у него был нож. Потом что? А потом? Потом мы поели. Выпили немного. Само я не пила. Меня заставили сделать глоток. А потом что? Какие планы на сегодня? Планы? Хотел попросить тебя сходить со мной в одно место. Прямо сейчас? Да. Ну, тогда поехали. В плохое место, думаю, не пригласишь. только больше не садись в эту машину. Ты мой Мерс имеешь в виду? Да. Но как же я же привык к нему. Ладно, не обижайся. У меня есть велосипед, на нем буду ездить, а это продам. Продай за любую цену, хорошо? Хорошо. Ну, тогда на твоей машине поедем туда, куда хочешь. А ее прямо здесь оставишь? Да ладно тебе, никто ее не трогал, даже когда оставлял открытой. Ну что, поехали? Поехали. А потом, сами знаете, когда мужики выпьют, они становятся смелыми. мы умоляли их, просили, говорили, что и у них дома есть сестры, матери. Но разве пьяный угомонится? Адылова, меня интересует вот что. С ваших слов два здоровых мужика и одна бутылка водки. Да и то не до конца выпитая. И вы сами тоже выпили. Трудно, трудно поверить в то, что два здоровых мужика выпили примерно по 200 граммов водки и так могли опинить. Товарищ следователь, ведь они и всю дорогу пили. За рулем? Да, такие могут пить. А если их остановят, деньгами откупятся. Вы не говорили, что они пили за рулем? Ну, просто забыла. Сами понимаете, в каком положении. Пожалуйста, дайте стакан воды. не понял. Геас. 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 Вставай, друг. Геас, вставай. Где мы? Не знаю. Кажется, в больнице. А где дипломат? А? Когда я уходил закрывать машину, он стоял в комнате. В гостинице? Да. Боже мой. Выходить из здания запрещается. Мы попались. Почему? Говори. Если раньше проносила, то теперь попались по-крупному. Понял. Спасибо. Так. Хорошо. А что дальше было? А на чем мы остановились? Когда начали к вам приставать? Ага. Потом мы просили их оставить нас в покое, но они не слушали нас. И мы поняли, что для нас все может кончиться плохо. А до этого вы этого не замечали? Нет. Мы думали, посидим немного, а потом расстанемся друзьями. Потом что было? В танце один обнял меня, а второй Тамарчика. Вы испугались бы, товарищ следователь. Значит, вы сначала танцевали, так? Я была вынуждена, товарищ следователь. Мы оказались в такой ситуации. Продолжайте. Я все же старалась образумить его. А потом смотрю, его приятель Тамарчика за плечи. Вот так. Вот так начал. Не надо покажите. Не надо. Начал раздевать. Успокойтесь, гражданка Адылова. Хватит. Он порвал ей платье. Вот так они поступили с нами, подлецы. Мы к ним по-хорошему, они... Давайте уточним. Значит, один из них порвал не ваше, а платье Баратовой, так? Да. Но мы с Тамарчиком как одно целое. Если к ней пристали, то значит и ко мне пристали. Да, можете так и записать. Вам нужно теперь вызвать Нурхаджаева. Как я в таком виде поеду? Это мы решим. Продолжайте давать показания Адылова. Только успокойтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Как после всего этого можно говорить спокойно, товарищ следователь? Итак, один из дальнобойщиков порвал на вашей подруге платье. Какой из них? Тот, который посмуглее. Они оба смуглые? Тот, что с усами или другой? Да, с усами. Мерзавец. Он мне с самого начала не понравился. Адылова, не поддавайтесь излишним эмоциям. Объясните все коротко и ясно. Он начал тащить Тамарчику в постель. Тут мы догадались, что они хотят нас изнасиловать. Потом мы начали с Тамарчиком кричать. Мы подбежали к двери, а дверь была закрыта. Мы подбежали к окну, окна тоже были закрыты. Тогда я бросила в окно чайником. Окно разбилось. Сбежался народ. И есть все-таки хорошие люди на земле. Спасибо им. Когда свидетель Ибадулаев вошел в комнату, он увидел вас не в руках насильников, а закрывшихся в ванной. Так? Да. Мы с трудом освободились от насильников и спрятались в ванной. Значит, дальнобойщики Муминов и Умиров неожиданно захотели вас изнасиловать. Так? Пропадя они пропадом. Мужчины называются. Во всяком случае, вы не точно ответили на мои вопросы, гражданка Адылова. Если бы еще чуть-чуть задержались бы, вы ведь говорите, что спрятались в ванной. Да, но ванная комната изнутри не закрывается. Все ясно. Алло. Ну как там, Тамарчик? Мы устали вас ждать. Все в порядке. Возвращайтесь обратно. Что ты говоришь? Как все в порядке? Потом объясню. И Дулабар тоже сказала, что вы возвращались. Это твоя подружка когда-нибудь тебя доконает. Ладно. Пока. Так. Что вы можете еще добавить? Товарищ следователь, у меня там остались кое-какие мои вещи. Косметика, сумочка. Могу я их забрать, а? Конечно. Только не сегодня. Пока комната опечатана. После допроса мы сами вам сообщим. Угу. Они не совсем дорогие, но для меня они очень дороги. Хорошо, Адылова. Мы это учтем. Прошу ознакомиться с протоколом. Распишитесь. Угу. Хорошо. Захидов, принесите протокол. Товарищ следователь, я могу у вас кое-о чем спросить? Спрашивайте. Почему вы меня с Тамарчиком держите в отдельных комнатах? Так надо в интересах следствия. Сейчас мы поговорим с вашей подружкой, и вы опять будете вместе. А пока прочтите протокол и распишитесь. Угу. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok